Это программа «Мужской понедельник» 12.06 в нашем городе. Николай Голиков. Владимир Сметанин. Здравствуйте вам. Вы знаете, Николай, читаю новости. Тут узнал только что, что оказывается в минувшие выходные наш город впервые поливали жидкими реагентами. Ужас какой-то. Ну, видимо, все-таки не весь город, потому что в том районе, где я живу, по-прежнему посыпают. Песочек и соль, да? Песочек и соль. Тут указаны в основном центральные улицы областного центра. Центральные улицы, они сильно говорили, что... Жидкие реагенты, простите, у меня ассоциации. Да, звучит-то как-то, да. Не слишком хорошие. Жидким реагентом полили. Насколько я помню, было объявлено, что центральные улицы будут обрабатывать по-новому, а все остальные по-прежнему. А мы на своих ботиночках соль принесем их в центр. Куда не делимся. Если ботинок поднести к уху, послушать... И вы на своих колесах тоже принесли. Если ботинки поднести к ушам и прислушаться, то можно услышать мелкое шипение, да, наверное, как это все разъедает нашу обувь. Вот как раз эти вот жидкие реагенты не должны бы разъедать, как обещали. Да. Ну, мы продолжаем, видимо, тему даты, которая сегодня, 10 октября, отмечается. День прав человека сегодня, да? Сегодня вообще день прав всех. И человека, и животных. И всем международным день прав животных. Сейчас будем говорить о наших правах на, так скажем, адекватную стоимость коммунальных услуг, да, и право на то, чтобы знать, а что это они так растут-то стремительными темпами. У нас в гостях Валерий Семенищев, руководитель Совета Старших по домам и старший домом по улице Ленина 20. Добрый день, Валерий. Добрый день. Не первый раз Валерий у нас в гостях. И самый известный человек, как общественник в нашем городе. И дом тоже известный. Ленина 20. Перекресток Ленина и Розы Люксембург. И Мопра. Ленина и Мопра, да. Такая стометровочка там, да. Я там неподалеку живу как раз, потому что частенько бываю. Повод для нашей встречи следующий, он у меня перед глазами, Николай сейчас может пояснить. Ну, да, то есть как бы в почтовые ящики кировчан поступили, вот, ну, газета, во-первых, поступила гражданский патруль, да, вот, кому я показывать-то буду у нас, нет, видеотрансляции. Ну, вполне себе такая восьмиполосная газета, и в нее был вложен такой вот листочек, где было коллективное письмо и место для подписи, да, то есть человек может сам подписаться на обращение. Да, да, и своих, видимо, знакомых туда же включить вот этот лист и потом его куда-либо отправить. Ну, давайте я процитирую, хотя бы немножко. Обращение на имя и президента Путина, и премьер-министра Медведева, и руководителя федеральной антимонопольной службы Артемьева, и полномочного представителя президента ПФО Комарова. Обращение к вам по причине аномального ежегодного роста тарифов на все виды жилищно-коммунальных услуг в городе Кирове и Кировской области. Далее пример приведен. За последние пять лет рост тарифов составил на электроэнергию почти 30%, на теплоэнергию 22% с лишним, на водоснабжение 41%, на водоотведение 40%. Вот вода прям дорожает и дорожает у нас. Она у нас так-то была одна из самых дорогих всегда. Да, и все это завершается словами. Считаем, что тарифы Кировской теплоснабжающей компании на теплоэнергию и горячую воду, тарифы Кировских коммунальных систем на холодную воду и канализацию не обоснованно завышены. Ну, в том числе тарифы Кировского филиала ПАУТ-Плюс, да, не обоснованно завышены. И далее вот предлагается подписаться. Ну что, давайте разбираться, к чему все это, чего тем самым мы пытаемся добиться. Что дальше будет? Да, Валерий. Ну и, собственно, вот... Будет ли что дальше? В этой газете «Гражданский патруль» большое интервью как раз, да, Валерия Семенищева. Под названием «Нас ждет Троянская коньцессия». Троянская коньцессия, да. И вопрос концессии тоже поднят. Концессия. Ну, как журналисты, мы, естественно, выходные данные начали смотреть, да, Николай? Это первое, что я сделал, безусловно. Разворачиваем, собственно. Вот. Понятное дело, что очередная гражданская активность вот именно в такой форме в нашем городе. Почему именно сейчас, Валерий, хочется спросить? Вот, не знаю, в конце года мы созрели, не знаю, негодование тут накопилось у вас, у ваших коллег. Почему именно сейчас появляется такой призыв обратить внимание всем вместе нам на эту проблему? Ну, история у нас тянется с концессией достаточно долго. Да, то есть три года у нас местная власть пыталась вопрос каким-то образом ее решить. Долго они спорили с нашими тепловиками. Вот. В этом году у нас ситуация достаточно сильно ускорилась. И в Гордуме это очень было принято решение о том, что концессию можно подписывать главой администрации. И, соответственно, мы пытаемся на эту ситуацию как-то повлиять. Потому что у концессии достаточно много вопросов. И, соответственно, мы пытаемся это остановить, пока это не случилось. Именно у концессии в нашем кировском варианте имеется в виду. Да, конечно, в кировском варианте. Не у самой по себе, в принципе. Какие основные вопросы? Проблемные моменты, на которые вы обращаете внимание? Ну, во-первых, у нас есть договор аренды, который действует сейчас, в котором указано, что теплосеть по истечению срока аренды или по окончании его должна остаться в надлежащем состоянии. Очевидно, что этого надлежащего состояния сейчас нет. Тепловики открыто говорят, что теплосеть в катастрофическом состоянии, соответственно... То есть ресурсно-сообжающая организация, они арендуют у муниципалитета вот эти сети и платят за это денежку. И денежка это, по-моему, 50 миллионов? Да, 50-60 миллионов, да. В год, и эта сумма, она уже на протяжении больше, чем 10 лет не меняется, она остается вот именно такой. Да, это договор аренды с 2005 года действует. Да-да-да, помню, что больше 10 лет уже. Вот, и проблема в том, что теплосеть в надлежащем состоянии все-таки, они получали деньги за это, получали деньги на ремонт. Почему она в таком состоянии? Почему мы сейчас должны с помощью концессии ремонтировать то, ради чего, собственно, теплосеть в аренду-то и сдавали КТК? То есть, под таким же предлогом сдавали, что вот придет частный собственник, он начнет содержать ее, и все будет замечательно. Вот это замечательно мы сейчас видим. Мы понимаем, что вот это замечательно нам сейчас предлагает немного на других условиях, более выгодных ресурсникам. И мы вот с этим не согласны. И менее выгодных нам, потому что нам за счет этого будет повышаться тариф, и мы будем оплачивать ремонт тот, который не сделали они за 13 лет, да? Да, но я думаю, что об этом конкретно остановлюсь. То есть, у нас, смотрите, концессия что позволяет? Она позволяет поднимать тариф выше федеральных ограничений, выше предельных индексов, выше дополнительных отклонений по индексу. То есть, у нас сейчас по Кирову на второе полугодие этого года, 18-го, предельный индекс 5,5. Большой вопрос, почему он не 4, почему вот потребно у нас был самый высокий район, в районах 4. В районах 4, да, на второе полугодие 4, да. Вот, то есть, во-первых, во-вторых, 2,5 это допустимое отклонение. Соответственно, на 8% в этом году мы могли поднять. Мы уже, Кировская область прозвучала, что у нас одна из самых динамичных отраслей, ЖКХ растет. С 1 июля у нас там бомбануло 7 с лишним, 7,39, по-моему. 7,39, да. Да, вот, то есть, соответственно, концессия, она позволяет вот эти 8% перепрыгивать по решению депутатов. Но проблема-то еще в чем? В том, что сейчас регионам отдается право принять решение по установлению ценообразования. Соответственно, если это все вступит, по-моему, она уже вступила, соответственно, депутатов-то, собственно, могут и не спрашивать. То есть, у нас регион принял предельный... То есть, исполнительная власть сможет самостоятельно решать, без обсуждения с депутатами. Да, то есть, они там предельный индекс, допустим, подняли до 10, до 20, соответственно, депутаты, они что-то будут утверждать. Поэтому вопрос концессии, он позволяет достаточно свободно этот поднимать тариф. Понятно, что не захотел, поставил, но, тем не менее, вопрос намного становится легче. Первое. Второе, соответственно, что такое концессия? Концессия – это форма государственного частного партнерства. То есть, получается, партнерство между частником и государством, получается, они между собой партнеры. Партнерство должно быть взаимовыгодное. Но кто за это партнерство выплачивает? Потребители, жильцы непосредственно. Если говорить конкретно про концессии, есть закон о концессиях, там сказано, что концессия – это инвестиции. То есть, частник приходит, инвестиции свои вкладывает, соответственно, потом... И народ не должен иметь отношение к тому, откуда эти деньги возьмутся. Да, то есть, он пришел, пришел. Так по логике-то получается. То есть, консессионер пришел, он должен вложить деньги, ну, я по сути говорю, да, вложил деньги, грубо говоря, вот эти 10 миллиардов, да. Соответственно, потом эти 10 миллиардов раскинули на эти 35 лет, если мы про этот срок говорим, и люди потихоньку платят. То есть, в целом, по логике, это получается нормально. 35 лет раскинул, раскинул, цифра, получается, не очень большая. Но вопрос-то в чем? В том, что у нас ведь никто на 35 лет не планирует. У нас, дай бог, на 2-3 года это сделают. Если взять газовую котельную, ввели в Долгушино, там же эти издержки, инвестиции с постройкой котельной на 5 лет, по-моему, раскидали. Соответственно, у них тариф получился, как в котельничьях, в Слободском, там 3600 с чем-то. То есть, скакнул резко, резко очень, да. У нас даже по тем презентациям, которые КТК на городскую думу предложила, там конкретно сказано про сути, там, про 2-4 года. И Шульгин тут на Ньюссере, я читал интервью. Глава администрации. На прошлой неделе интервью вышло. Да, да, да. Он что заявил? Он сказал, что у нас инвестиции, обеспеченные по этому концессии, будут примерно 10 миллиардов за 10 лет. Что это значит? По презентации КТК, у нас КТК, ну, максимум 800 миллионов, там, что-то с копейками, инвестирует в свои деньги. Остальное-то получается, ну, 9 миллиардов, это оплатят жильцы. У нас каждый миллиард, каждые 100 тысяч, как вот Михаилов глава РСТ говорил, каждые 100 тысяч роста, это, соответственно, дополнительно 2-2,5 роста тарифа. То есть, мы... 2,5 процента? 2,5 роста к тарифу. То есть, если у нас поднимается тариф на 100 тысяч, ну, вернее, инвестиции на 100 тысяч поднимаются, соответственно, тариф должен вырасти на 2-2,5 процента. Проценты все-таки? Да, да. Если у нас поднимается тариф, ну, если инвестиции нужно на миллиард, ну, инвестиции или на ремонт, не суть важна, по концессии, то получается 20-25. 20-25 процентов. Соответственно, вот эти 9 миллиардов, получается, что мы в течение 9 лет, этих 8 лет, там, допустим, будем по 20-25 процентов повышения оплачивать. Значит, на четверть больше, да? Да. Из тех цифр, что озвучивают официальные лица, и получается, что это вот оно так происходит. Потому что они тариф формируют между собой, они эту информацию только дозируют, причем по этой информации конкретное решение какое-то заключить сделать нельзя. Но те цифры, которые они озвучивают, по ним получается, что 20-25 процентов в год мы получим, если не с первого года, то с третьего, там, с четвертого мы будем это уже получать. Получается так. Вот. У нас вопрос, в чем еще, кроме самой концессии. Нам говорят, что концессия необходима, по-другому мы... Другого выхода нет. Да. То есть, либо концессия, либо все, все будет плохо. Говорят, что нам инвестиции по этой же презентации КТК нужно на 600 миллионов. Давайте разберемся. У нас вот сейчас договор аренды, это примерно 60 миллионов на ремонт. В год. Да, в год. У нас есть порядка там 250-300 миллионов инвестиций в инвест-программе, которые каждый год примерно закладываются на модернизацию сетей. Модернизация, понятно, что... Это чьи деньги? Это деньги граждан, ну, потребителей. То есть мы платим, и с этого есть инвестиционные. А, есть, да. На инвест-программы, да, соответственно, вот эти 250-300 миллионов, они идут на модернизацию. То есть эти деньги, вот если заменить, допустим, железные трубы на пластиковые, там, с датчиками, с контролем от утечки, это уже модернизация. Да, если мы понимаем, что ее деньги уже заложены, ну, мы исходим из того, что вот сейчас мы примерно там порядка там 300-350 миллионов уже имеем на ремонт. Ежегодно. Ежегодно, да. Дальше. У нас уже известна информация о том, что у нас крупные компании, такие как РЖД, там, Т+, КТК, Ростелеком, они ежегодно получают льготу по налогу на имущество. Общая цифра примерно около 295 миллионов. Пожалуйста, то есть мы 350, прибавляем 295, мы эти 600 миллионов просто нашли, потому что вот... Без концессии. Да, без концессии мы нашли, пожалуйста, и тариф поднимать не нужно, то есть мы все вот как уже есть, мы можем этим пользоваться. Зачем возникает вопрос, зачем нужна концессия? Концессия, она позволяет поднимать тарифы выше. Сейчас мы увидели, что тарифы поднимать не нужно в рамках того, что есть, поднимать не нужно. Зачем нужна концессия? Большой вопрос. Почему у нас налог на имущество не могут перераспределить вот конкретно на ремонт? Ну, потому что крупный бизнес, понятно, то есть получается, у нас крупный бизнес получает льготы, а для жильцов, ну, я как представитель собственников жилья, для жильцов, пожалуйста, заплатите, вы, ну, почему бы нет, у вас денег как бы много, намного больше, видимо, чем у крупного бизнеса, вот, и концессия, если ее наложить на те реформы, на преобразования, которые у нас сейчас идут, вот это же мусорная реформа, допустим, да, по системным нарушениям ЖКХ, там, по этим же еще чикам вовремя неповеренным, да, по... По капитальному ремонту и тем проблемам, которые с ним связаны. Ошибки эти же в квитанциях энергосбыта, причем ошибки в квитанциях энергосбыта, это не просто надо больше заплатить, там же вопрос еще в том, что люди лишаются в итоге субсидий, да, то есть ты там несколько часов отстоишь в очереди, вот, и еще не факт, что тебе, как бы это все, что-то изменится, то есть у меня обращались граждане, которые там даже три раза стояли в очереди в этой многочасовой. Это вы имеете в виду ситуацию октября, когда за сентябрь, да, пришли платежки? Я имею в виду ситуацию не октября, а вообще это ситуация с ошибками энергосбыта, она началась в апреле, вот, она серьезно... Это в апреле, да, когда очень задержали платежки, а потом пришли какие-то безумные совершенно вещи. А потом очень поздно как-то вышло какое-то предупреждение или разъяснение ситуации, ну, все, да, 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 это уже просто бардак в голове с этими новостями. А в июне у нас крупные управляющие компании, такие как у Калининского района, автоматом их перевели на прямые расчеты из-за большой задолженности, то есть там вроде бы как объяснение есть, что бац, сухнуло, но сколько это может продолжаться? До сих пор это и происходит, да, до осени, причем с энергосбытом, когда вот они общаются, вот был круглый стол в общественной палате по вопросам ошибки энергосбыта. Они, говорят, начали с того, что люди неправильно передают показания счетчиков и не вовремя. Ага, обвинить людей. Да, то есть вот получилось так, что жили мы, жили, жили, а потом... Полмиллиона жителей Кирова начали неверно передавать. Да, начали все не вовремя передавать и неправильно, да. Кто-то отрубильник перещелкнул и перестали вовремя передавать показания. Когда с людьми случилось, да. Вопрос... Спышка на солнце. Да, да. Вопрос в том, где отрубильник, кто его переключил. Итак, я прошу прощения, мы немножко затянули, да, с паузой, пора прерваться на полминуты, продолжим скоро. Продолжаем нашу беседу с Валерием Семенищевым, специалистом в сфере ЖКХ, руководителем Совета старших по домам. Подведем такой небольшой подыток. На тех условиях, при тех вводных данных, да, которые мы сейчас имеем, Валерий уверен в том, что концессии можно было бы избежать и найти деньги, если деньги сейчас. Концессия в тех условиях, я так понял, что в которых сейчас предлагается, она очень невыгодна горожанам. Да, которые сейчас имеем. И чтобы этого не случилось, чтобы не упал еще ниже уровень жизни горожан, то концессии можно избежать и остаться на прежних условиях, которые сейчас, если мы правильно поняли. Да, я думаю, что мы вполне могли бы, вот в тех параметрах роста тарифа ежегодного, вполне могли бы остаться без концессии. Это вполне возможно, на мой взгляд. Вот, вопрос-то в чем? В том, что мы вот эти вопросы поднимаем, да, но они не... на эти вопросы нет ответов исчерпывающих, да, вот информация, из которой принимаются решения, их нет. Ее не показывают. То есть вы говорите о серьезном вакууме информационном, да? Мы в неведении пребываем, мы не знаем всех карт. Да, конечно. И это тоже порождает какие-то домыслы и очень много всевозможных вопросов. Да, да. Ну, первое, это понятно, что у нас тарифы коммунальные, они вообще сами по себе скрыты. То есть понять, из чего состоит тариф, достаточно сложно. На сайте РСТ тарифы раскрываются частично, но там идут укрупненные расходы. Вот, по этим укрупненным расходам, что туда входит, понять невозможно, по этим протоколам. Соответственно, тариф должен быть прозрачен, открыт, чтобы мы могли посмотреть и убедиться, что действительно там нет каких-то дополнительных представительных расходов. Может, там эти КамАЗы для САХА, допустим, покупают, я не знаю, то есть нужно их знать. Но, причем вопрос-то он достаточно закономерный. Вот в этом гражданском патруле истории были приведены о том, что когда ФАС... На имеем в виду газету. Газету «Гражданский патруль», да. Когда ФАС берется за регионы, начинают проверять тарифы, то возникают интересные результаты. Вот в этом, на севере, была проверка порядка... В республике Коми имеешь в виду? Там не Коми, там Архангельск, Северодзинск, там вообще на 9% тарифы снизили. 9% это представляет... Снижение даже произошло, это по итогам проверки. Даже мало того, что там получилась проблема о том, как эти тарифы на 9% снизить, и ресурсники выходили к ФАС, пытались как-то вопрос этого снижения даже на 3 года растянуть, потому что это достаточно сложно тарифы снять. То есть они настолько перегнали, естественно, как бы составляющую, что даже просто так их обратно не вернуть. Вот настолько зашло. 9% это солидно. 90 рублей с тысячей практически. Практически до 100 рублей с тысячей. Просто ужасные деньги огромные. Да, солидно. 9% да. Это если с человека, как бы понятно, цифра она не очень велика, да. Но если со всего региона, это ужасно. По другому региону уже, честно говоря, запометовал. Там идет снижение тарифов, порядка 20 тарифов за раз как бы они нашли нарушение. То есть ситуация-то она как бы не рядовая, не разовая. То есть такие нарушения не могут быть. Мало того, бывают случаи, когда руководители региональной службы по тарифообразованию их случайно садят. То есть случайно как бы какие-то... Мы ему проходили, бац посадили. Да, то есть происходят такие ситуации. Соответственно, мы вполне законно, у нас право узнать, есть ли, может быть, в нашей области такая же ситуация. Давайте мы проверим. Но нам не говорят, соответственно. Что мы должны думать? Мы не верим. Ну, и что делать-то? Что простым-то вертелям вы предлагаете, да, Валерий? Расскажите уже про ту идею непосредственно. Мы сейчас в двух газетах запустили сбор подписей. Это гражданский патруль, это источник новостей. Вот наша цель собрать как можно больше подписей. Все-таки дать понять нашей местной власти, и Кировской, и областной, о том, что мы не согласны с таким положением дел. Мы будем подписи собирать по максимуму. У меня вот сегодня буквально телефон разрывается. Я сейчас ее поставил на беззвук, но просто с утра я вот просто телефон, телефон ухом не греет. То есть мы собираем подписи. Мы хотим дать понять, что мы не согласны. Давайте что-то предпринимать. То есть у нас какие предложения? Во-первых, вот те спорные вопросы, это же концессия. Как минимум заморозить ее до получения адекватной информации. Давайте мы ее проверим. Что значит заморозить? Ну то есть не подписывать договор, приостановить весь ход этих процедур, связанных с конфессией. Дать информацию и независимые экспертизы приняли. Депутаты все лишь дали право. Они дали право. Конфессия пока еще не подписана. То есть это не одобрям с такой? Они дали одобрям, что пусть глава администрации подписывает, если хочет. А, то есть дали исполнительной власти такое. Сейчас исполнительная власть за независимые депутаты. Да, сейчас дело за Шульгиным. Когда он подпишет, соответственно, он начнет действовать. Но даже если он, допустим, подпишет концессию, да, возникает такой момент, что у нас по договору аренды теплосеть должна быть сдана в надлежащем состоянии. Если она сдана не в надлежащем состоянии, а городская власть это допустила, соответственно, возникает вопрос. Я так понимаю, что он может там и до уголовки, наверное, дойти. На каком основании вообще такое происходит? Да, в нарушении договора. Это же как бы, ну, многомиллиардные убытки, так ведь получается? Ну да, он должен принять в надлежащем состоянии тепловую сеть перед тем, как сдать ее под договору концессии. Это не просто сбор подписей. Это в итоге фактически, ну, такой вопрос, такое обращение. То есть давайте мы не будем, как бы, давайте действовать в правовом поле, скажем так. Вот, дальше. У нас, если говорить про источник новостей, кроме концессии идет вопрос мусорной реформы. У нас сейчас Киевская область, по моему глубокому убеждению, она, в принципе, не готова к началу мусорной реформы. Основным из аргументов того, что реформу мусора нужно проводить, это то, что область, регионы, районные области, отдаленные там, они часто пользуются мусором, ну, вернее, выкидывают ее во враги. То есть нам нужно, чтобы муниципалитеты организовали контейнерные свалки по закону, и люди начнут организованно вывозить. И для этого с людей будут собирать деньги. Еще пока мы не знаем, какие деньги. Ну, деньги, скорее всего, будут известны 11-го числа. Ну, 20 дней остается, а мы еще не знаем. Да, да. Ну, это отдельный еще вопрос. Бизнес, жаловаться на то, что сроки все ушли на то, чтобы заключить договора, там много вопросов, но это ладно. Я просто про мусорную реформу. Вот область у нас сейчас эту реформу с января запустить не может. У нас муниципалитет... Да почему? Послушай, она должна оборудовать мусорные площадки. Каким образом она их будет оборудовать? То есть они сейчас что, бетон будут заливать или асфальтируют что-то? Да, то есть, соответственно, но мало того, у них же просто деньги в бюджете не заложены на эти мусорные площадки. Ну, допустим, они ухитрились и на 19-й год, деньги бюджеты заложили на оборудование мусорных площадок. Когда они будут залиты? Ну, допустим, весной, в мае. То есть мы фактически эта реформа стартует в области, в идеальном случае, не раньше мая, еще что-то. Получается, деньги люди будут платить за что? За отсутствие того, ради чего? За то, чтобы кто-то получил эти деньги и потом на эти деньги что-то начал строить. Может быть. Да. И, собственно, вопрос как бы такой, а почему так? Дальше. По городу у нас как получается? У нас по городу мы все эти услуги получаем. То есть получается, что в результате этой реформы мы будем платить за то же самое. Только больше. В два, в три, в пять раз, в зависимости от состава семи или в зависимости от квадратных метров. То есть получается, нам просто сверху кинули область, сама районная область, скажем так, не совсем готовая. Города ЧПС, Киров, они платили уже за это. Получается, мы за что будем платить? Соответственно, у нас по заморозке мусорной реформы разговоры не у нас здесь, Киро, и придуманы. То есть и в Госдуме об этом говорили. Так уже есть законопроект о продолжении даже. Да. Отложить, да? Ну не готовы, не только Кировская область. Я согласен. У нас есть города федерального значения. Москва, Питер, Севастополь. Они все по этой реформе стартуют через полгода. Но они все как бы стараются вот эту реформу тоже отодвинуть. Если Москва, имея несравнимые деньги с нами, эту реформу откладывает, у нее не готова при их деньгах, то что говорить про нас? Соответственно, мы вообще готовы к этой мусорной реформе вообще по тем деньгам, которые у нас есть, которых фактически у нас нет. Либо давайте граждане за все заплатим, мы все построим. Получается так, что граждане сейчас заплатят сначала. Да, они будут за все платить, потом что-то где-то что-то построится, как построится отдельный вопрос, и когда-то что-то начнется. Но я очень уверен в том, что у нас вот этот мусоршоу летом, которое было, оно начнется с января, с февраля. Потому что такие вопросы, они возникают по тем регионам, в которых реформа уже была запущена. Не все, как бы, большинство регионов, как вот Кировская область, 1 января 2019 года запускают, но часть регионов запустила. И проблемы с запуском реформы есть. 5 декабря в общественной палате на комитете Алла Албегова выступала министр экологии Кировской области. Она говорила, что да, у нас есть шероховатости. Вот они будут... Вот я задал вопрос, а почему за эти шероховатости должны платить люди? То есть они-то там что-то настроят, а люди-то без шероховатости должны платить. То есть если у человека возникнет шероховатость в плане платежей, в плане присутствия денег, то эта шероховатость ему коснется отсутствия субсидий, либо каким-то пенями, еще что-то. Почему у нас министерство экологии за эти шероховатости свои деньги не заплатит, допустим? Я понимаю, что это вопрос воздух, но почему подход у нас разный? А как, Валерий, вот эти железобетонные аргументы властей? Просто сейчас я с позиции властей хочу все-таки. Да, полигон Костина, он уже все переполнен, его давно пора закрывать. Куда вывозить мусор, говорит власть, да? Ну не зарастает же им здесь в областной центре. Вот Осинцы, полигон уже принят, внесен в реестр и так далее. Но там, правда, фут еще идет, и не один. Да, там есть. Полигон в Осинцах, это вообще какой-то апофеоз ситуации, как бы отношение чиновников к ситуации. Ведь вопрос по этому полигону... Географический центр Кировской области, да? Да, географический центр Кировской области. Он ведь возник не за пять минут. То есть ситуация о том, что эти ограничения зоны безопасности аэродрома, она достаточно давно была. Но, тем не менее, власть продавливала и шла на эту ситуацию. Видимо, решила, что у нас так оно случится. Не случилось. В итоге, в этой ситуации кто виноват? Кто эту ситуацию создал? Те люди, которые пытаются отстоять, собственно, по требованию закона, они ведь не просто так вышли и не пустили трактора, там, бульдозеры, да? Они указали конкретно закон, соответственно, ситуация возникла. То есть по закону, получается, полигон строить было нельзя без дополнительных соглашений. То есть у нас городская областная администрация довела до того, что вот мы сейчас в этой ситуации оказались. Кто у нас в этом виноват? И ведь за эту ситуацию, если вот она сейчас возникла, если какие-то будут последствия, там, мусор, кто-то ведь должен отвечать, почему у нас такая безответственность на уровне городской областной власти. Вообще непонятно. Так, Валерий Семенищев, руководитель Совета старших по домам. Отвечать будем мы все, потому что если мусор повезут куда-то еще, плечо увеличится и повысится тариф. Конечно. Платить его будем. Да, кстати, вопрос по стоимости захоронения. Давайте этот вопрос уже рассмотрим после рекламы. Да, полторы минуты, продолжим. Да, очень актуальные проблемы мы обсуждаем. И сказать свое слово в них, да, нас именно с вами приглашают, уважаемые слушатели. Валерий Семенищев, руководитель Совета старших по домам, специалист в сфере ЖКХ. Так, мы там остановились на вопросах. Остановились, да, как раз на цене захоронения отходов для города Кирова. Такое неинтересное довольно-таки. Да, у нас Константин Свечихин созвал неочередно заседание региональной группы Патрики. Председатель общественного совета при РСТ. Вот очень здорово, что он это сделал. Там возник вопрос о том, что у нас стоимость захоронения в полигонах в Осинцах, оно где-то раз в 10... 600 с лишним рублей, Константин озвучил эту информацию. Да, раз в 10 больше, чем Киров и Чепецкий. Ну, как бы, как-то вот оно тоже... Возникают вопросы. Понятно, там стоимость... Нам власть говорит, что это у нас полигон такой вот уникальный, большой, дорогой. Ну, раскидывать это стоимость полигона там на 10-20 лет. Ну, вообще, полигон-то это проект коммерческой обыкновенной структуры, как бы, значит, она должна нести на себе... Ее проблемы, как на этом... Ее проблемы, да, сколько она потратила на его строительство. Она сейчас будет эти деньги отрабатывать в Тарислах, так что... То есть, ну, считаю, что надо за год, за два условно там оплатить. То есть, ну, это просто, мягко говоря, не то, что это некрасиво как-то, бесчеловечно получается. Да, это вообще-то несправедливо, да. Понятно, что жизнь несправедлива, тем не менее. Вот, я, собственно, хотел все-таки к тому, что мы хотим. Да, вот давайте к людям, да. Вынули мы, значит, из почтового ящика вот эту газету и это обращение. Прочитали, задумались. Что дальше делать, Валерий? Что вы предлагаете с коллегами? У нас и в газете «Гражданские патрули» и в «Источнике новостей» есть бланки для сбора подписей. В «Гражданском патруле» он как вкладыш идет, вот, а в «Источнике новостей» он идет двусторонний. То есть, с одной стороны статья, а с обратной стороны напечатан бланк для сбора подписей. Если бланк для сбора подписей вырезать, то с лицевой стороны, собственно, будет текст письма, обращение президенту, премьеру и так далее. Ну, и в «Гражданском» и в «Источнике» идентичные, да, тексты? Они разные тексты, то есть «Гражданский патруль» здесь больше против концессии. Вот, больше против концессии по коммунальным тарифам, а в «Источнике новостей» вот двенадцать пунктов. И концессии, и мусорная реформа, и соцнорм, и электричество, в том числе запрет вывоза мусора из других регионов области, чтобы на мощности тут... Заморозить мусорную реформу вы требуете, запретить ввоз такого из других регионов, запретить растоимость ввоза, ну и так далее. Да, эти бланки, вот бланк «Источник новостей» можно также скачать у меня со страниц ВКонтакте и Фейсбуке. Валерий Семенищев, например, ищите в соцсетях. Да, в этих статьях написано, как меня зовут, Валерий Семенищев, то есть статьи написать, ВКонтакте, Фейсбуке найти, и там, соответственно, бланки скачать. А у кого нет в Фейсбуке контактов, у людей старшего возраста, куда идти, где можно в натуральном... Ну, во-первых, это есть в каждом почтовом ящике, господи. Да, это нужно искать в каждом почтовом ящике. Прямо в каждом ящике? А во-вторых, в каждое такое вот письмо, смотри, там сколько места для подписи. Значит, если кому-то не пришло, у соседа, значит, есть, так что можно... Ну, два десятка, наверное. Ну, источник новостей у них там сколько, 169 тысяч экземпляров. Вот 140, я смотрю. А гражданский, где-то 140, да. Да, 140 тысяч. То есть, понятно, что в некоторых почтов ящиках может не оказаться. Да, да. Ну, туда вот ВКонтакте, Фейсбуке найти. Вот, ну... Хорошо, вот я получил это, я поставил свою подпись, может быть, там семья у меня подписалась, да, условно говоря, я не про себя конкретно говорю, да, но семья подписалась. Дальше что это, если это бумага делаю? Дальше в источнике новостей у нас указано, что мы в четырех публичных точках города будем собирать эти подписи. То есть, начиная с сегодняшнего дня по пятницу, можно будет принести в четыре места. Первое это у ЦУМа, у памятника Кирову. Второе это у площади Конева, у памятника Конева. Третье, у филармонии, у переклестки, у филармонии. Ну, вот это Ленин-Новоросская. Да, на площадке, да, да, вот как раз вот, где тротуар идет, пешеходный, дорога от глобуса в сторону, что там у нас, киосков, остановки, в сторону остановки вот в этом месте. Ну, как-то будут помечены эти люди, которые стоят там, не знаю, кто там будет, а шлаг какой-то? Пока шлага никакого нет, то есть, вот, попробуем жилетки желтые. Ну, хоть жилетки или какую-нибудь, там, знаешь, табличку повесить, там, знаешь, какой-то не желтый, а там я забираю там. У нас желтые заборы, желтые желтые, нет, давайте хоть красные. У Кирова же все-таки красные нужны. Если нет, красные жилетки, то будут... Коммунисты как-то будут помечены, да, то есть, можно им сдать это все, да? Да, да, и четвертое место это будет на площади Лепсия у Донарки, где рядом со входом на стадион Родины. Понятно, да, думаю. Вот, еще там адрес указан Московская, 9, офис 29, вот, но лучше приносить на эти публичные точки сбора. Вот, эти публичные точки сбора, там будут волонтеры стоять с 5 часов до 6 часов. Вечера, соответственно. Да. То есть, уже сегодня в указанных точках. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Всю эту рабочую неделю с 5 до 6 вечера, так, ясно. Также там указан телефон, поэтому телефону можно позвонить, если мало ли там по времени не получается, ну, как-то там поговорить. То есть, если коллективный сбор там с подъезда, с дома люди собирают, то, я думаю, что можно договориться по другому времени, по другому месту. Телефон, это вот, который 77, 67, 90. Да, поэтому телефон. Правильно, я прочитал. Так, если кто-то из слушателей задается вопросом, а какие данные вы собираете, могу я пояснить? Это фамилия, имя, отчество, адрес, либо телефон и подпись. Все, никаких данных больше не надо. Да, да. Ни паспортных, ни номеров телефона. Имя, адрес, телефон. Все. Так. Имя, адрес, подпись. Валерий, пройдет это время, что дальше? Собрали вот эту кипу бумага. Да, мы собрали эту кипу бумаг, дальше мы эти подписи копируем и отсылаем по указанным адресатам. То есть, соответственно, президенту, премьеру, губернатору и главе администрации. Дальше у нас... Губернатору? Нет, у вас губернатора нету. Нет, о гражданском патруле, там губернатора нет, в источнике новостей он есть. Губернатора нет, хорошо звучит, да. А городской власти, нашей областного центра? Или она не так, что поднимает решение? Ну вот, по источнику новостей там есть, а там, видите, по коммуналке мы сильно сомневаемся на том, что городская власть захочет, городская областная власть как-то на это повлиять. Вообще-то городская власть утверждает тарифы в итоге. Областная, областная. У нас тарифы, это все-таки к областной власти. Областная власть. Вот, то есть мы сильно сомневаемся, что здесь как-то может это повлиять, поэтому мы по гражданскому патрулю основную упор делом на антимонопольную службу, потому что они, в принципе, и показали, что могут отработать проекты. Это сейчас их обязанность. Это их обязанность. Мы рассмотрели опыт других регионов, да, когда есть снижение. Это их обязанность, да, и надежда в основном-то больше на них, потому что мы письма писали и президенту, и премьеру, они обычно на регион спускаются, а регион опять отвечает, как они считают нужным. Вот, так что мы больше надеемся на антимонопольную службу. Это в их компетенции, это в их обязанности. Это в их компетенции, да. Вот, соответственно. Вот, дальше. Вот мы сейчас подписи собираем. Вот, мы понимаем, что вероятность того, что наши предложения там полностью или частично, они, наверное, будут не приняты. Соответственно, мы сейчас думаем о том, что, может быть, мы будем проводить какой-то митинг. Ну, причем массовый такой серьезный митинг, цивилизованный, да, к запросам через все, то есть, видимо, будем собирать. Я думаю, что митинг был достаточно большой, потому что вопросов по ЖКХ, вот, судя по моему телефону, людей очень сильно волнует. Валерий, у нас местами для митинга огромное ограничение. Площадь Халтурина, я думаю, что нам страшно. Да, там у Памятника, там у Халтурина, то есть, то вот уже привычное место, там опять же собрали. Да, просто как простой совет, что, чтобы митинг был действенным, надо звать федералов со средствами массовой информации. Рядом с Динамом. Обязательно. Ну, я думаю, что нам количество за себя скажет, да, потому что, если будет количество, не как обычно, там, по 100, по 200. А если будет, там, тысяч пять, десять, двадцать, то я думаю, что... Ну, если 10 тысяч, то, извините, в Калининграде сменили губернатора за 10 тысяч митинг. Ну, Калининград все равно более европейский город, я думаю, что там традиции такие, у нас как-то он более закрытый. Меняют губернаторов в Москве, а не в Калининграде, поэтому там у них... Нет, 10 тысяч это очень серьезный митинг был. Поэтому мы будем митинг собирать достаточно массово, поэтому вот мы все-таки акцентируемся на письмо, надеемся, что нас услышат. Потому что у нас основания, чтобы нас услышали в этом письме, уже достаточные. Ну, а нет, ну, будем, значит, соответственно, как-то так дальше цивилизованными способами добиваться диалога и справедливости. То есть за прием вот этих вот только вот в течение этой недели и до конца этой недели? Мы эти подписи будем собирать где-то до следующего вторника. Вот у нас 13-го числа в четверг состоится собрание старших по домам. То есть там и председатель ТСЖ, и председатель советов многоквартирных домов. Это где? Это будет в Доме профсоюзов на Московской, 10. Вот это будет с 5 часов. Соответственно, мы там вопросы и по мусорной реформе будем обсуждать. Кстати, мы это... Это общегородское собрание старших по домам. То есть основную часть подписей, наверное, принесут туда, но до вторника будем собирать. И на это общегородское собрание, кстати, был приглашен министр ЖКХ Кировской области. Третькин. Вот будем надеяться, что он к нам придет. Потому что вопросы по этому же, по этой же оплате, допустим, с квадратного метра из человека, это все-таки их компетенция. Помощь какая-то нужна вам в организации? Волонтеры, может, нужны, которые вот забирать, подписи стоять? Или все, уже нашли всех людей? Если у вас есть помощь, то... Не, мы можем же обратиться напрямую. У нас сейчас, в принципе, вопрос по сбору подписей организован. То есть все люди уже как бы расписаны стоят. Ну, в принципе, я думаю... Ну, в принципе, если кто-то хочет помочь, то опять же мы скажем, что в соцсетях у Валерия найти очень легко. И плюс телефон 776-790 можно позвонить. Да, ну, конечно, у меня всегда призыв к старшим по домам. Пожалуйста, обращайтесь. Потому что часть проблем, которые у старших по домам возникают, поодиночке решить сложно. Сложно решить. Десятером даже 100 человек решить их не могут. Чем нас будет больше, чем проще нам эти проблемы решать. Потому что мы, собственно, не пытаемся от кого-то что-то забрать. Мы пытаемся просто оставить свое. Время у нас истекает. Спасибо, все ясно, все изложили. Будем следить, как развивается ситуация. Спасибо, Валерий Семенищев. На этом завершается программа «Мужской понедельник». Николай Голиков. Владимир Шмиданин. Да, говорим до свидания. На сегодня, через 20 минут, слушайте программу «Особое мнение», где в гостях юрист Ян Чеботарев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин